Здравствуйте! В эфире программа подробности. Сегодня подробно поговорим о стартовавшем отопительном сезоне. Вместе с нами в студии исполняющий обязанности начальника Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей Владимир Базарь. Добрый вечер, Владимир Михайлович. Спасибо, что пришли и нашли время. Собственно, отопительный сезон начался. Какова ситуация на сегодняшний день? Все ли дома у нас, что называется, подключены к теплу? Добрый вечер, уважаемые рязанцы. Сегодня можно констатировать, что отопительный сезон в городе Рязани стартовал. На сегодняшний день весь жилой фонд и все объекты социальные города к отопительной системе подключены. Тепло поступает во все жилые дома. Ну, обычно, когда тепло, отопительный сезон начинается, дома подключаются, батареи долго разогреваются. То есть, это есть такое технологическое понятие – выход на режим. Да. Вот выход на режим сейчас насколько полностью осуществлены, насколько, скажем так, батареи теплые по всему городу, да? Или где-то еще, возможно, они еле-еле теплятся? Ну, естественно, выход на отопительный режим, вывод сетей на отопительный режим – это процедура достаточно сложная и требует некоторого времени. На сегодняшний день первая задача, которая стоит – это заполнение сетей, заполнение домов, подключение их, постановка на циркуляцию, так называемый технический термин. После этого происходит, скажем, нагрев, вывод на расчетный гидравлический и температурный режим. На сегодняшний день можно констатировать, что все работы у нас идут по плану. Сегодня на утро весь жилой фонд, как я сказал, и все объекты социально значимые к отопительным системам подключены, и происходит плавный вывод сетей на рабочий зимний режим. Сегодня давление на утро наше расчетное, то есть в соответствии с планом расчетное. Сегодня в течение дня мы подали заявки, и подъем давления далее будет осуществляться на ТЭЦ с последующим увеличением, с одновременным увеличением циркуляционного расхода теплоносителя. И, соответственно, считаем, что сегодня-завтра во всех домах, ну, по крайней мере, тепло есть уже, но считаем, что завтра это тепло будет того качества, которое необходимо вот на сегодняшний день по состоянию, на сегодняшний день по тем погодным условиям, которые мы имеем сегодня. Владимир Михайлович, ну, общеизвестно, что сети магистральные у нас находятся, скажем так, не в очень хорошем состоянии, не вина в этом МУП РМПТС. Это, в общем-то, наверное, такая всероссийская проблема, когда денег на ремонт сетей катастрофически не хватает. Поэтому традиционно, когда происходит выход, скажем так, на режим, случаются порывы, случаются аварии. Насколько вот МУП РМПТС сейчас готова к отражению, скажем так, возможных аварийных ситуаций. В этом году действительно силами предприятия и силами подрядных организаций ремонт выполнен в гораздо большем объеме, нежели запланированном. Мы постарались сети подготовить таким образом, чтобы минимизировать все вот эти вот аварийные отключения в самый напряженный период, в утопительный период, в период холодов. На сегодняшний день, в общем-то, все силы и средства предприятия подготовлены к работе в зимний период, готовы отразить, как вы говорите, любую аварийную ситуацию, то есть принять ее на себя и ликвидировать таким образом, чтобы никто из жителей не почувствовал, что у нас что-то случилось на сетях. Да, случаи будут, безусловно, потому что, ну, при том состоянии, которое мы имеем, мы даже не строим иллюзии, что все пройдет очень гладко. Будут какие-то моменты, будут какие-то отключения. Мы, конечно, заранее приносим свои извинения жителям города и просим с пониманием отнестись вот к этим отключениям. По большинству, они, конечно, происходят, и большинство из них, из этих отключений жители не замечают. Ну, а там, где замечают, ну, еще раз прошу с пониманием отнестись к этой ситуации и не судить нас строго. Мы делаем, по крайней мере, исходя из тех возможностей, которые мы имеем, мы делаем все возможное. Владимир Михайлович, вопрос, который волнует очень многих наших телезрителей. Отопительный сезон у нас начался, насколько я знаю, с 29 сентября. То есть, в октябре наши граждане получат жировки, и в этих жировках за два дня сентября будет указана сумма, которую они должны заплатить. Между тем, 29 сентября, 30 сентября далеко не во всех домах появилось отопление. Где-то пуск производился 1 октября, где-то даже 5. Скажите, как вот быть, как оплачивать, и когда будет производиться перерасчет? Да, действительно, сегодня порядок, скажем так, начисления оплаты за отопление производится с даты объявления отопительного сезона. Согласно постановлению главы администрации города, отопительный сезон в городе Рязани объявлен с 29 сентября. При этом объекты социальной сферы, детские сады, школы, медицинские учреждения, они у нас были подключены к системе централизованного отопления. Процесс подключения их начался с 22 сентября. Начисление жителям будет произведено с 29 сентября. И это начисление, наверное, жители увидят в текущих начислениях октября. В этом году установлен такой порядок, скажем, определения даты фактического подключения конкретного дома к системе отопления. То есть даты подачи услуги отопления в квартиры. Мы, согласно утвержденному графику включения вывода сетей на отопительный режим, производим подключение дома. Жилищная управляющая организация принимает у нас это тепло, запускает дом, производит в сети необходимые работы, которые нужно выполнить внутри дома для того, чтобы тепло поступило в квартиры. И мы по установленной форме, то есть этим же постановлением о начале отопительного сезона были утверждены формы актов. Мы вместе с жилищными организациями оформляем акт, в котором фиксируем дату подачи тепла в данный конкретный дом. Так вот, до 20 октября мы должны подписать со всеми жилищниками вот эти акты по каждому дому, определить дату фактической подачи тепла в каждый дом и произвести перерасчет жителям на дату фактического подключения дома. Перерасчеты будут по максимуму произведены по состоянию на 1 ноября. Если по каким-то отдельным домам у нас будут возникать, ну скажем так, споры относительно даты, тоже предусмотрен порядок разрешения этого спора. И после уточнения вот этой вот даты, ну может быть по отдельным домам эти перерасчеты будут произведены в ноябре и жители их увидят по состоянию на 1 октября. Ну то есть вот в большинстве случаев, насколько я понимаю, вот сейчас в октябре нужно за два дня сентября заплатить, даже если у вас как бы в эти дни не было тепла. Но уже в ноябрьской жировке, что называется, перерасчет будет сделан и сумма за октябрь будет на эти два дня меньше и там на количество дней в октябре, когда тепла фактически не было. Совершенно правильно. Перерасчет будет произведен на дату фактической подачи тепла в каждый конкретный дом. Мы перед собой эту задачу поставили, то есть чтобы по состоянию на 1 ноября, скажем, все долги перед жителями или, скажем, все вот эти вот вопросы начисления урегулировать и уладить. Мы постараемся это дело сделать. Ну что ж, спасибо большое за информацию. Удачи вам в этом отопительном сезоне. Владимир Базарь, исполняющий обязанности директора муниципального предприятия тепловых сетей, был сегодня в программе подробности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова